Видите, какой комар сидит? Сейчас я его прибью. Тебя никогда не будут уважать и будут хейтить. Ты хочешь денег и цифр, ты их получишь. Но ты никогда респект не заработаешь, и это самое главное. Привет, друзья, это Егоров. Как вы поняли, в эту субботу броуки играют на спорте в четвертьфинале медийной футбольной лиги. Уже начались разгоны, оскорбления. Эй, 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 вы где там? Получил один раз пизды от Викинга, и второй раз получишь. Ну вот Райзен тоже уже записал, что уверен в победе команды, потому что это плей-офф, где мы покажем, что мы сильны. Ну, сами видели. Прест-конференция хорошая получилась, мне кажется. Матч будет жаркий, мы их разъебем. Здесь я уже не сомневаюсь, потому что я за плей-офф на вылет совсем другие эмоции буду. И команду буду по-другому заводить, и вкидывать я буду совсем другие вещи. Но прежде чем... Скажи, что это за банки и зачем они? Где? Вот эти вот. Закрываю на ночь, холодно. А это помидорки или огурцы? Огурцы. Понял. А помидоры вон там. А, ну помидоры в большом. Да. Мне всегда было непонятно, зачем бабушке этот огород. Ты знаешь, что? Вот реально зачем. Ну, по идее, мы могли бы вот посеять здесь, например, газон, да? Убрать все эти грядки, убрать чеснок, все остальное. Или просто поехать в магазин, купить помидоров, купить огурцов. Но в тот момент, когда я говорю о том, что давай я привезу там, куплю овощей. Но есть такое ощущение, что я больше не внук. То же самое и с этими же грядками. Вот здесь вот где-то вот лежит перегной, так называемый. Вот здесь вот всякая фигня гниет для того, чтобы потом удобрять землю. И вот если я говорю, что я привезу тебе там каких-нибудь удобрений или уже готовый навоз, или, допустим, здесь там привезу кого-нибудь, кто разровняет землю, я тоже получаю такую реакцию, что типа ты вообще мне внук или кто? И отсюда встает вывод, что для бабушки вот этот участок, он создан не для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы развлечься, не для того, чтобы посидеть. А это стиль ее жизни. Посмотреть постепенно, как что-то там перегнивает, как ты это перегнившее кидаешь в землю, как на месте этой земли появляется какое-то новое растение, которое потом уже внук или кто-то остальное ест. Это по факту, это такой летний смысл жизни. Ощущение себя нужным, ощущение себя при деле в том числе. И вот я думаю, что есть такие же футбольные клубы. Ну вот, например, возьму там какую-то команду второй лиги ЛФЛ. Вот спрашивается, зачем тебе, мужик, каждые выходные кому-то там еще платить по 500 тысяч рублей, платить за судья. На этими матчами никто абсолютно не следит никогда. Ну вот вообще никто не смотрит, абсолютно наплевать. Но ты все равно это делаешь, потому что это для тебя смысл жизни. Это действительно реальный, твой трушный такой настоящий проект. Но это более характерен для команд ЛФЛ. Если брать дачную тематику, то я думаю, в принципе, существуют вот, наверное, такие люди, которые, ну, можно представить, да, которые могли бы, ну, вместо того, чтобы это все сажать, самостоятельно уплевать на удобрения, на все остальное, на водичку и так далее. Но они могут просто позвонить какому-то мужику и сказать, так, привези мне самое крутое оборудование, привези мне самое крутое. Все, мы здесь все поставим. Ты сам расти, самому появляться иногда. И еще, плюс ко всему, покупать самые лучшие помидоры, огурцы и ходить по всему вот этому участку, вокруг огорода, там такие же бабушки, еще кто-то, ходить и говорить, посмотри, какой помидор я вырастил, какая у меня все красивая. Посмотри, какой я классный и крутой. Я не знаю там, блядь, капитан, как угодно, как просто человек, я знаю, что мы вас вздрючим и все. Ну да, действительно, у тебя продукция будет классной, ты можешь считаться победителем. Ну, скорее всего, классный, да. Но мало кто будет тебя любить. Ну, мало кто будет тебя любить, потому что будет понимать, что здесь нет твоей души. И вот мне кажется, что такой, такая команда именно на спорте. Ты можешь позвать кого угодно. И действительно, допустим, Даня Милохин, это будет отличный томат. Ну, прекрасный. Олег Майами, прекрасный, моднейший, красивейший огурец. И все вот эти вот цветы нарцисса, которые будут, они будут действительно выделяться. Но души, души не будет. И перед всеми остальными, когда ты будешь говорить и показывать, типа, ты вообще лох. Танкс, говорите, посмотри, как у меня все красиво, сколько у меня денег. Ценности особо не будет. Мне кажется, вот это ключевая проблема на спорте. Да, да, давай еще, давай посовем еще из дома 2, бля, нового персонажа, бля, Олег Майами. Комедийная команда, бля, гринжа, бля, просто. Это люди вот натуре, понимаете? Ты нищий по натуре, у тебя может быть сколько угодно денег, ты можешь быть весь в брендах, у тебя понимания нет. Вы не модный. С одной стороны, проблема, но у каждого свой выбор. И именно поэтому на спорте матча с броками, конечно же, фаворит. Конечно же, что бы там ни говорил Райзен, у них огромные шансы на победу. Тем более, я уверен, что они еще подвезут людей. Но ради этой ли победы стоит существовать? Из-за этого ли поражения в первый же день нам нужно будет расстраиваться? Ради этой ли победы мы все это время играем? И разве по ней мы должны себя судить? Здрасте. Привет. Цыганка, бля, с часами золотыми. Какие-то вопросы ко мне или к моей медийке есть? Вот и ебала завали, бля. Малышка, бля, с часами золотые. Мы отзаявляемся с медиалей. Прежде чем к брокам переходить, я думаю, что стоит остановиться и на каких-то других видах. Ну вот, допустим, сзади у меня на той стороне такой, там тоже газончик, и там очень красиво все. Неплохо так у них все растет. Но не факт. Не факт, что нам это лучше, чем у нас, но не важно. Ну, допустим, существуют такие действительно люди, которые начинали свою агрожизнь, свой огородный какой-то проект, которые действительно вкладывались, выводили новые виды, у которых появлялась там какая-то самая большая клубника и так далее, и все остальное. И потом они росли, расширялись, получали уважение, любовь вот этого вот всего пространства вокруг. Действительно заслуженная, потому что начинали они все с нуля, вложили свою душу, и в какой-то момент перешли уже к конвейерному производству. Но это, конечно же, амкал и тудроц. И им в данной ситуации все равно важно для того, чтобы получать новых и новых потребителей, потому что определенный продукт, не делаешь ее больше на предыдущих участках, и она уже приедается. Конечно, нужно расширяться. Вот тудроц поэтому уже расширились, и амкалу ничего не остается, как так же расширяться, иначе можно остаться позади и серьезно отстать. В этом плане нет никакого удивления в том, что амкал сейчас участвует в медиалиге. В следующем сезоне уже официально можно сказать, что дерби «Тудроц» против амкала все же будет. Будет. Амкал и тудроц, они все равно останутся людьми и командами, которых будут уважать. Но это не говорит о том, что не должно появляться в новых коллективах своей философии. Своей философией и своим новым подходом, своим отношением к делу. И я думаю, что здесь как раз эту нишу должны занимать броуки. Броуки – это команда, на мой взгляд, где не так, не на 100% был важен результат, где важно было показать свою открытость. Свою открытость, открыть все процессы, открыть публике даже внутренние чаты, открыть публике новых героев уже из мира профессионального спорта. Ну и дать публике какой-то новый язык взаимодействия. Я считаю, что за эти два месяца мы все этот язык взаимодействия в какой-то момент смогли дать. Причем все – это и Серега Давыдов с его миллионом мемов, и Дьяк с его замком и шутками про Тута, и Тема Ледовский, абсолютно никому неизвестный пацан, который едет на этом 14-м броукмобиле, и Миша с выпадающим глазом, и Артур – музыкант, и другие пацаны. Каждый абсолютно за бесплатно разговаривал с публикой новым языком, по которому с ней еще никто не разговаривал. Языком одним, языком, скажем так, народным. И когда говорят, что вот Броуки – это не народная команда, нет, я считаю, что Броуки как раз действительно народная команда, где пока еще нет этой звездности. И мы действительно очень старались, старались даже не то, чтобы побеждать, а старались сделать так, чтобы вам было веселее. И когда я слышу и обычных людей, и слышу и людей из профессионального футбола, того же Захаряна, который говорит, что болеет за Броуков, я считаю, что это важнее любого результата на данный момент. – Броуки, кстати, прикольные ребята. – Броуки? – Да. – А у вас нет, придем. – Кстати, за ними много профессионалов следят. – Но просто это, как бы, последние игры они что-то… – Результат, конечно, должен прийти. Но давайте будем честными. Победа на дно спорте, вот этим вот агрономом-показушником, этим огородником-показушником, который купил лучшие продукты где-то на рынке в Узбекистане, привез их сюда и ходит, и показывает, как к хорошим по сравнению со всеми, ну, конечно, выиграть у него достаточно сложно. Достаточно сложно еще и потому, что, ну, знаете, конечно, это чудо, потому что первый год дать урожае очень сложно. Вот тот урожай, который называется Победой. Ну, хотя, вот на самом деле, вот почва, она же, когда ты сажаешь туда что-то в первый раз, она еще не истощена, поэтому урожай должен быть очень хорошим. Ну, действительно хорошим. И, в принципе, урожай хороший и есть. Проблема в том, что для того, чтобы этот урожай получился хорошим, ты должен к этому готовиться. Ну, готовиться, например, как некоторые команды, которые также участвуют в этой медиалиге, например, как те же реалити, ну, условные реалити, да, которые там готовились целый год для того, чтобы когда-то вот здесь начать играть, которые тоже, в принципе, пытались там сделать там лучшее оборудование, и все остальное, которых тоже пока не ценят, но они какие-то шаги сейчас делают. Они готовились, если говорить о результате. Готовиться нужно удобрять, нужно заниматься рассадой. Сначала дома этой рассадой заниматься, каждый день поливать, следить, когда появились первые листочки, там что-то лишнее отрывать, потом пересаживать уже в землю. А здесь, получается, ты, когда ты решил сделать команду в апреле, и в апреле же ее представил, в апреле же уже начал медийную футбольную лигу, то получается, что ты просто бросил зерна в землю. Да, конечно, ты в этой земле эти помидорки, например, каждый день поливаешь, ты следишь за ними, но тот факт, что они уже взросли, что они уже появились, что уже будет какой-то урожай, это уже огромная победа. И в случае с броуками, ну, конечно, ты совершаешь большое количество ошибок из-за отсутствия опыта. Ты совершаешь большое количество ошибок еще на этапе селекции. Тебе кажется, что ты посадил самый красивый в мире цветок, а он не взошел или просто не прижился на этой земле. И в следующем сезоне ты уже будешь знать это. В следующем сезоне у тебя будет время подготовиться. В следующем сезоне у тебя будет почва, которую ты уже еще сильнее будешь удобрять, удобрять. Где-то будешь знать уже, как правильно действовать. Ведь, повторюсь, тот факт, что уже есть какие-то растения, это уже в нашем случае победа. И то, что у нас, возможно, будет не самая сильная команда, это абсолютно не проблема. Это абсолютно не страшно. Мы уже победили. Мы уже победили. Но, но, зная, что ты уже победил, хочется сделать чудо. И я считаю, что те пацаны, которые у нас в команде есть, они к этому чуду готовы. Поэтому я буду безумно счастлив, если мы победим на спорте. Но в то же время я считаю, что мы уже сделали много. Я считаю, что мы уже победители. Я считаю, что каждый уже заслуживает того, чтобы его за этот сезон поблагодарили. Они говорили, как так, вы сразу не выиграли. Не бывает ничего просто так. Бывает, конечно же, чудо. Но бывает и реальное положение вещей. Поэтому, друзья, болею, как один из создателей, за каждого пацана, который выйдет на поле в субботу. Не буду ничего говорить этому человеку с самыми красивыми помидорами. Сашу Текили, Олегу Майами. Я раньше еще готов и хотел бы, возможно, поучаствовать с ними в какой-то рубке. Но не сегодня. Я к нему отлично отношусь, но не сегодня уже. Потому что, мне кажется, в последнее время в их действиях слишком много рестлинга. Это когда ты вкидываешь, когда ты очень много вкидываешь, а через день уже обротаешься с крабом, обнимаешься, целуешься. Как будто все твои эмоции – это выдумка. Все твои эмоции – это рестлинг. Все твои эмоции – иллюзия. Это неправильно. Могу пообещать, что у Брока все по-настоящему. И очень надеюсь на победу. Ну, а теперь у меня еще пара дел по огороду. Был Егоров. Всем пока.